С начала 2013 года службой судебных приставов по Ивановской области взыскано более 700 миллионов рублей, сообщил на пресс-конференции начальник регионального ведомства Николай Горбушин. Он также отметил положительную тенденцию этого года. Неплательщиков алиментов стало меньше, но ненамного в работе до сих пор 7400 производств этой категории. Много вопросов с взысканием долгов за нарушение ПДД. Сложная ситуация у нас по взысканию штрафов. Объясняется это прежде всего тем, что несмотря на их большое количество, в абсолютных цифрах исполнительных документов этой категории, суммы взыскания очень мелкие. То есть 500 рублей, 1000 рублей. В основном это речь идет, конечно, о исполнительных документах по линии ГИБДД. Аппарат принудительного взыскания работает безотказно, но получение мелких штрафов не самоцель приставов. В производстве несколько тысяч исполнительных документов. И с ростом популярности средств видеофиксации, правонарушений, их количество растет. По-прежнему у нас остро стоит вопрос по должникам, которые проплатили суммы долга. Когда мы начинаем заниматься, выяснять и приглашать должника, естественно, он, находясь в возбужденном состоянии, приходит к нам, ну и все, что он думает о нас и о нашей, так сказать, власти, нам приходится выслушивать. Если привлечь к порядку рядовых граждан можно, то с фирмами и компаниями дело обстоит сложнее. У многих миллионные долги по зарплате и другим выплатам. На счетах нулевые показатели, имущества нет. Служба судебных приставов в таких ситуациях фактически бессильна. К сожалению, следует констатировать, что по большинству таких исполнительных производств должники, юридические лица находятся в определенной стадии банкротства. То есть наблюдение, либо, так сказать, финансовое оздоровление и так далее. Название «Должник года» претендует ивановский предприниматель Дмитрий Сиганов. Он должен банкам более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Парадокс в том, что взыскать с него ничего нельзя. Ни банковских счетов, ни домов. Только официальная зарплата, из которой можно вычитать. По сравнению с долгом, даже копейками эту сумму назвать сложно.